Уж темно. В санке он садится. «Поди, поди!» – раздался крик. Морозной пылью серебица его воровый воротник к талон помчался. Он уверен, что там уж ждет его каверин. Вошел и пробка в потолок. Вина кометы брызнул ток. Прид ним раздбив окровавленный. И трюфли роскошь юных лет. Французской кухни лучший цвет. Из Страсбурга пирог нетленный. Меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым. Как звучит, а? Раздбив окровавленный. Черт возьми, хочу. Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Хочу сегодня приготовить окровавленный разбив по рецептам 20-х годов 19-го века. Обалденный кусок мяса взял в магазине. Сыры бы его ел. Смотрите. Вот эти вот кости очень важны. Именно на этих кончиках кусок будет лежать в форме. По сути, как бы висеть в воздухе. Так, чтобы он не пригорал, не приклеивался к форме в духовке. Она уже, кстати, греется. Рецепт чрезвычайно простой. Да и, в принципе, английская кухня никогда никакими сложностями особенными не блистала. Можно приступать. Посолим со всех сторон. А вот перцем я присыплю только жировую прослойку. Ароматические вещества жирростворимы. В печи жир мгновенно начнет таять, и перец в этом жиру свои ароматы отдаст. Этот ароматизированный жир будет медленно стекать, обволакивая мясо и пропитывая его всеми этими вкусами и изнутри и снаружи. Будет на выходе просто бомба. Процесс запекания очень прост. Сначала 15 минут при 240 градусах, затем при 180 до готовности. Понятно, что в 19 веке никто термометрами не пользовался, и в готовности определяли опытные повара на ощупь. Я не опытный повар, тем более не 19 века, малость помоложе. Готовность определяйте на свой вкус. Главное, готовый розбив, как мы выяснили у Пушкина, должен быть розовым на срезе, окровопленным. 60 градусов – это слабая прожарка, 70 – считаем средняя, 75 – полная в духовку его. Верхний и нижний жар без конвекции. Учитываем, что после вынимания с духовки розбива нужно будет отдохнуть под фольгой в теплом месте 15-20 минут. За это время температура внутри куска еще поднимется на 2-3 градуса, потому что теплота снаружи будет не только теряться в атмосферу, но и проходить частично внутрь. Поэтому учитываем этот момент. Я буду вынимать шмат примерно на 63 градусах. Через 15 минут, напомню, надо будет температуру понизить до 180. Кроме того, мясо надо будет периодически поливать вытопившимся соком в процессе готовки. Примерный расчет времени после опускания температуры до 180 градусов времени запекания 15 минут на каждые 500 граммов веса, но каждая духовка печет по-своему. Каждый термометр духовочный тоже врет по-своему. Поэтому термометр – наше все. И еще момент. Все это время запекания, все эти температуры я вам указал для куска комнатной температуры. Поэтому прежде чем отправлять его в духовку, дайте ему полежать при комнатной температуре до начала готовки, ну, час-два, в зависимости от размера куска. Ждем. К розбифу обычно подают йоркшишский пудинг, и готовить его нужно начинать примерно за 20 минут до момента, когда розбиф надо будет доставать из духовки. Я несколько ложек вытопившегося жира отобрал. Надо смазать посудину. Я буду готовить в чугурной сковороде. Сейчас яйца взбиваем с щепоткой соли, затем добавляем молоко. Отлично. А теперь сюда муку частями. Не прекращаю взбивать. Супер! Тесто для пудинга нужно переливать в раскаленную форму. Ее можно прогреть в духовке, но мне удобнее сделать это на плите. Ну вот, процесс приготовления теста занял примерно 5 минут. Розбифу в духовке еще 15 минут стоять, так что можно отправлять уже пудинг выпекаться. Всего он проведет в духовке 30-40 минут при 180 градусах. Первые 15 минут с розбифом, а затем, пока мясо будет отдыхать на столе, без него. Еще хочу соус приготовить к мясу. Такой классический английский. Лук лепестками. Его надо обжарить слегка в жиру. Обжариваем на сильном огне, чтобы лук местами подпалился. Пора вынимать мясо из духовки. Пусть отдохнет. Жир из формы надо слить. Он уже не понадобится. Это все лишнее. И к луку добавить ложку томатной пасты. Ну, вот эту вот форму из-под розбифа деглазируем красным вином. Чтобы забрать все вкусности из нее, все продукты реакции Майара. И вот всю эту вкусноту к луку. Сейчас чуть-чуть упарим. Присолить. Немножко винного уксуса и немного сахара. И черного перца. Для остроты. Чуть-чуть. Немного кукурузного крахмала развести в воде и в соус эту смесь. Все. Буквально пару минут на слабом огне и соус готов. Кстати, и пудинг, похоже, тоже готов. И ростбиф дошел до кондиции. Соус отличный. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вошел и пробка в потолок. Вина комедой брызнул ток. Но это про шампанское 1811 года. Странный, на мой взгляд, выбор вина к мясу. Ну да ладно. Я по классике пройдусь по красненькому. Очень редко пью вино. Очень-очень. Потому что не очень хорошо себя чувствую после вина. Неприятные ощущения. Но аромат обожаю. А, и вкус классный. Так, поехали. Начну, конечно, с мяса. Слушайте, это как стейк. Только гораздо более нежный. Потому что у стейка оно со всех сторон прожаренное. Внутри только красное. А здесь вот все мясо такое кроваво-красное. А соус насыщеннейший вкус мяса. Просто вот насыщеннейший. При этом очень сочное. Классное. И соус. Вот этот соус английский. Очень простой. Но просто обалденный. Просто обалденный. Так. По этому ершишскому пудингу. Обычный, по сути, омлет. Который готовится на говяжьем жиру. Ну, омлетико и винишко. Не знаю, почему англичане считают, что обязательно нужно с этим вот этим омлетом подавать. Розбит. На мой взгляд, он и без того хорош. Без всяких омлетов. Но почему бы и нет? Ну, вот соус. Соус просто сказка. Слушайте, готовьте такую штуку. Выбирайте мясо и готовьте. На этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Да, розбиф не обязательно готовить на костях. Можно готовить и бескостный кусок взять. Главное, что его нужно будет ставить тогда на решеточку. Чтобы с него стекало. Чтобы он не пригорал к посудине, на которой он запекается. Как-то так. Степень прожарки выбирайте на свой вкус. Мне нравится вот такое вот, кроваво-красное. Такое вот, кроваво-красное и сочное. С него даже капает сок, вы видите. Просто чудо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok